Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Батия». И сегодня мы будем читать с вами 48 главу этой книги. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен». То есть речь идет о том, что состояние его болезни ухудшилось, потому что Иосиф и ранее знал, что отец его болен. Потому что при последней встрече отец даже не смог сделать поклон, который хотел сделать, и поклонился в сторону возглавия своей кровати. «И взял он, то есть Иосиф, с собою двух сынов своих, Монасию и Ефрема». В сегодняшней главе будет рассказываться о том, как Иаков усыновит Монасию и Ефрема и какие завещания он предложит им. А далее в другой главе уже завещание другим сынам Иакова Израиля. «Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели». То есть с невероятным трудом, мобилизовав все свои силы, собрав силы, он сел на постели. А разве отец должен приветствовать сына? Скорее всего, он приветствует в своем сыне те пророческие качества, которые обнаружились в нем. Сын должен быть не только сыном своего отца, он должен быть учеником своего отца, если его отец наделен духовными качествами, и он может их преподавать другим. О том, что отец обязан детям преподавать закон Божий, в Пятикнижии Моисея говорится несколько раз. Это обязанность отца. Кстати, ни разу не говорится о том, что дети должны учиться. Из этого делается вывод, хотят они учиться, не хотят. Отец обязан им преподавать. То есть он его почтил, поднявшись с постели, именно как цадика, праведника и как серьезного ученого, который знает волю Бога, его законы и как пророка. И сказал Яков Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию, потомству твоему, после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Симеон будут моими». Яков решил, любя Иосифа, его сыновей, Монасию и Ефрема, усыновить и поставить в один ряд с Рувимом и Симеоном. То есть со своими первенцами, с Рувимом и Симеоном. «Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». То есть, а другие дети, которые у тебя родятся, они твои, а вот эти мои. То есть, по сути дела, Иаков сделал что? Он сделал сыновей Иосифа братьями Иосифа. Вот такое интересное действие. «Когда я шел из Меспотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Эфрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Эфрафе, что ныне Вифлеем». То есть, Эфрафа – это Вифлеем. Но Ифрафианин в еврейской традиции это не только житель Вифлеема или той местности. Ифрафианин – это очень уважаемый человек. И не только за свое происхождение от дома Давида. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это?» Ну, казалось бы, он уже их усыновил. Почему же он здесь спрашивает, кто это? То есть, он хочет понять, а какие их качества духовные? То, что они там дети – это понятно, то, что они маленькие – это тоже понятно. «Ну, а кто это?» «И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. И Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их». Иосиф, назвав их своими сыновьями, как бы сказал Иакову, Израилю, все, что ты вложил в меня, я уже вложил в них, и я по-настоящему могу их считать своими сыновьями, не только по плоти, но и по духу. И после этого Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же израилевые притупились от старости, как в свое время у его отца Исаака, не мог он видеть ясно, Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. То есть он благодарит Иакова за то, что он проявляет такую любовь. Иаков это любовь. Точно так же, как Исаак это надежда, глубокое упование на Бога, точно так, как Авраам это вера. То есть каждый из трех патриархов в своей жизни реализовал одну из теологических добродетелей, библейских добродетелей. Авраам выразил веру, раскрыл ее, как сказано, и поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Исаак проявил надежду, глубокое упование на Бога во все дни жизни своей. А вот Иаков это любящий, и увидев такую любовь к себе, к своим детям, которые становятся его братьями, Иосиф поклоняется своему отцу до земли, лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Монасия в левую против правой Израиля и подвел к нему. Вот здесь начинается некое таинство. Иаков Израиль благословляет своих внуков, но каким-то необычным образом. И теперь очень важно вспомнить, что Иаков в данном контексте это прообраз Бога Отца, который послал в мир своего сына. Иосиф это прообраз сына Божия, который пришел к своим, свои не приняли. Он оказался в Египте. Египет это символ вообще всей языческой цивилизации. Там он женится на египтянке, которая символизирует собою весь египетский мир, как Христос, стал женихом церкви, собранной из язычников. И Иаков, любя Иосифа, как Бог Отец, любя своего сына, Господа Иисуса Христа, монасты и Ефрем символизирует двоицу Хама и Афета, то есть от которых произошли все языческие народы. И Бог Отец, любя Бога Сына, нас, о которых апостолы говорят, некогда не народ делает своим народом. Но это совершилось благодаря крестным страданиям Иисуса Христа, потому что крестом побежден грех и ярость язычества. Побеждено и украшено все это. И когда Иаков благословляет сыновей Иосифа, делая их своими сыновьями, мы видим знак креста. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левого Израиля, а Монасию в левую против правого Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии с намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец. Мы видим знак креста. Именно благодаря голговским страданиям сына Божия некогда не народ стал народом, язычники стали новыми детьми Авраама не по плоти, а по вере. Как и апостол Павел пишет в послании к евреям, не тот иудей, кто внешне таков, наружно, но тот иудей, кто внутренне таков, у которого обрезание не на плоти, а на сердце. Ему похвала не от людей, но от Бога. «И благословил Иосифа», то есть после того, как он усыновил монаст Ефрема, «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня», оказывается, Бог пасет нас, как своих овец, от нашего зачатия до рождения, от рождения и до глубокой старости. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли». Ангел, лица Божия, это образ Христа, потому что Бог Отец собеседует с пророками и праведными людьми через Сына Своего. Сын – это Логос, Слово Бога, предвечное. И увидел Иосиф, что Отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему, и взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасия. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, а будет больше его, и от имени его произойдет многочисленный народ». То есть это некая тайна, которую Иосиф, этот очень духовно одаренный человек, он не смог ее сразу разгадать и понять. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог досотворит тебя, как Ефрему и Монассии». И поставил Ефрема выше Монассии. Всегда происходит замещение первенца младшим ребенком. И в случае с детьми Авраама, и в случае с детьми Исаака, и в случае с детьми Якова. А первенец это Израиль, сказано, Израиль мой первенец. Значит, замещение первенцев это замещение евреев христианами. И окончание этой главы «И сказал Израиль Иосифу «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших». То есть он пророчествует об исходе еврейского народа из Египта. «Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев мечом своим и луком своим». Вот здесь некая экзогетическая проблема заключается в том, что нигде в книге Бытия и во всей Библии не описано, что Яков вел бы какие-то военные действия с мечом и с луком. О чем это? Речь идет о том, что Библия говорит о важнейших событиях, а священное предание может говорить о чем-то другом. Например, апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет, что если бы описать все, что делал Иисус и все его слова, то весь мир не вместил бы написанных книг. То, что называется священное предание, это значительно шире, чем библейский текст, который содержит в себе самые точные, самые выверенные истины и, конечно, имеет приоритет. Но некоторые события, они вскользь упоминаются. И когда мы хотим понять через Библию, о чем это, мы не всегда это можем сделать. Поэтому, кроме Писания, у нас должно быть предание, как в первом послании Коринфянам, 11 глава, 2 стих, апостол Павел пишет, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, держитесь предания». 2 к Фессалоникийцам, 2, 15, апостол Павел пишет, «Твердо держитесь предания нашего». И 2 к Фессалоникийцам, 3, 6, апостол Павел пишет, «Завещиваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Итак, сегодня мы окончили изучение 48 главы книги «Бытия». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 49-ю, предпоследнюю главу книги «Бытия». Спасибо всех, Христос! Спасибо всех,